14-я гимназия, полный актовый зал старшеклассников со всего Одинцовского округа. Управление образования и окружной администрации постаралось в последний учебный месяц собрать максимальное количество ребят для важной встречи. Большой антинаркотический форум «Молодость, свободная от зависимости». Первым словом взял человек науки, врач-психотерапевт с 35-летним стажем Сергей Зайцев. С цифрами и фактами он раскрыл подросткам опасность любой зависимости. Все вредные привычки, курение, алкоголь, запрещенные вещества расчеловечивают человека, разрушают его человеческую природу. В первую очередь страдают высшие психические функции. Вот это раньше было, это сейчас. Далее слово взяла Антонина Лобачева, предприниматель, блогер, основатель проекта «Антимяу». Свою мотивационную речь она начала так, как может только очень смелый и уверенный в себе человек. Во-первых, я хочу рассказать про свой опыт с зависимостью, потому что, конечно, статистика – это прекрасно. Но я вам хочу рассказать, как алкоголь и вейп повлияли на мою жизнь, потому что я употребляла и то, и другое. В более узком составе встреча продолжилась в пресс-центре. За столом собрались активисты движения «Первых». С ребятами поговорили именитые спортсмены и представители духовенства. Каждому из них было что сказать. Все были подростками. Участие должны приносить правильные вещи. Питерки, я не знаю, улыбка родителей, победа или участие на соревнованиях. То есть мы должны созидать. Чтобы созидать, надо любить. Ребятам дали возможность и самим высказать идеи, как противодействовать вредным привычкам. Семиклассник Арсений Волгов предложил ввести в этот процесс популярную сейчас геймификацию, то есть превратить здоровый образ жизни в определенную игру. И это не какая-то блажь, а особенность возраста. Я хочу сказать, что в детстве, в молодости больше через какую-то игру, через какую-то активность проявляется и укладывается в мозге. На форум пришли самые активные представители своих школ. За каждым из этих мальчишек и девчонок стоят целые коллективы. Задача таких встреч в том, чтобы молодежные лидеры стали проводниками правильных идей среди сверстников. Тимур Гассин, Санислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...